Зинаида Георгиевна Окунева Зинаида Георгиевна Окунева Я даже не успела испугаться и смотрю, она летит на меня, прыгнула. Видимо, я защитила лицо рукой правой, потому что почувствовала два раза укурса. Это я почувствовала. И увидела, как с меня льется кровь. Прямо ручьем. Владельцы собаки на крики о помощи не отреагировали, хотя соседи, которые и помогли истекавшей кровью пожилой женщины, утверждают, что хозяин был в это время в доме. Но больше всего пострадавшую ее близких родственников, прибывших на помощь через некоторое время, поразила реакция на случившееся правоохранительных органов. Констебли сказали, что никто за это отвечать не будет, потому что это не преступление, это происшествие. При мне позвонили следователю, не знаю кому, это чисто был звонок, который сказал, да, мы ничего не будем заводить, никаких уголовных дел, потому что это является происшествием, несчастным случаем или так далее. После этого мы обратились в пыхе прокуратур. Через некоторое время нам пришел ответ, что они тоже считают, что это не является происшествием. Это не является преступлением. Да, это не является преступлением, это происшествие. Удивительно другое, что никто из полицейских или прокуратуры не обращался ни к моей маме, ни ко мне, какие были там травмы нанесены и так далее. Письмо из прокуратуры, полученное пострадавшей через полтора месяца после случившегося, подтвердило, что оснований для заведения уголовного дела против хозяина собаки нет, поскольку это возможно лишь в случае, если лечение длится не менее четырех месяцев, а потеря трудоспособности составляет по крайней мере 40%. Зинаида Георгиевна только на стационарном лечении в больнице провела месяц. Врачам пришлось сделать две операции, чтобы собрать раскушенные кости и вырванный кусок нерва. Сейчас рука пожилой женщины, скрепленная двумя пластинами, находится в гипсе, и лечение продолжается. Прогнозы неутешительные, подвижность руке вернуть не удастся. Хозяин собаки при этом отделался лишь административным наказанием штрафом в 100 евро, поскольку вина собственника в соответствии с законом классифицируется лишь как нарушение правил содержания животного. Оказывается, по действующему закону привлечь владельца напавшей собаки к уголовной ответственности можно лишь в случае доказанного факта умышленного натравливания, а безалаберность хозяина и потерянное здоровье жертвы нападения в счет не идут. По мнению адвоката Александра Кустова, у пострадавшей все же есть возможность добиться справедливости через суд, поскольку ответственность за последствия действия собаки не зависит от того, как и что сделал владелец. В случае причинения собакой, чужой собакой, вреда, этот вред подлежит возмещению в судебном порядке, как моральный вред, а это существенный фактор, связанный с контактом с чужой собакой, это и стресс психологический, это и боязнь в дальнейшем собаке и других животных, так и материальный, который человек понес вследствие лечения, психологической травмы, физических травм. Эти все вопросы решаются уже в судебном порядке, в гражданском правовом образом. Напавший на Зинаиду Окуневу мастиф ненадолго исчез с соседской территории, но затем появился снова. А делавшись наказанием в 100 евро, усыплять собаку, щенок, который по самым скромным подсчетам стоит 1500 евро, владельцы явно не спешат. Всем тем, кто хочет завести серьезную породу, необходимо в приказном порядке проходить обучение в школе, как обращаться с серьезной породой. К серьезным породам я бы отнесла, наверное, тех же мастифов, тосаину, например, тех же ротвейлеров, питбули, амставов, всяких таких вот собак-улыбак, как я их называю. Вот, ничего нет плохого в этих породах. Плохое в том, что люди просто до конца не осознают, что именно они берут. Я считаю, что если это повторится еще раз, то эта собака социально опасна. Я как директор приюта сразу говорю всем, если у меня здесь попадается какая-то агрессивная собака, которая не признает никого, мы ее усыпляем через 14 дней. Потому что в нашем обществе не должно быть социально опасных животных. В Европе, например, в Германии, тоже не чужды нежным отношениям к братьям нашим меньшим, с появлением бойцовских пород и участившихся случаев нападения на людей, законодательство стало очень жестким. Пора и нашим законотворцам обратить на это внимание, и, может быть, по примеру выдачи разрешения на ношение оружия, подкрепленного разными справками и специальными курсами, ввести подобную практику и для владельцев собак. Правда, для пострадавшей Зинаиды Георгиевны это будет запоздалая мера. Теперь для нее важно решение судебных инстанций. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.